Сегодня 31 октября 2015 года, и мы расскажем, как этот день пройдет у Галии Бертниковой, известной казанской бизнес-леди, фотографы, предприниматели, рестораторы, каких только в ней качеств не сочетается. И начнется этот день в 10 утра в кафе-свитер, в том самом кафе, которое два года назад Галия открыла в Казани. Пойдемте! Итак, мы пришли чуть пораньше, так что мы подкараулем, как ведет Галия, встретим ее с порога и узнаем, как она здоровится с персоналом. И как вы видите, мы пропустили момент, как Галия зашла в кафе, так что мы начнем сразу с интервью. Галия, привет! Привет! Как обычно ты начинаешь свой день? С чего он начинается? Часто, в принципе, я остаюсь дома, в своей квартире, потому что я там работаю, это мое рабочее место. То есть я могу встать там в 8-9 утра, при этом сразу же сесть за... Ну нет, сначала я делаю зарядку. То есть мы каждый день делаем зарядку, встаем, умываемся, делаем зарядку, пьем парочку стаканов воды и только после этого садимся за компьютер, чтобы голова уже работала, были какие-то свежие мысли. Ну и все, дальше работа может вообще весь день проходить дома за одним компьютером. Наверное, со стороны это выглядит немножко скучно, но на самом деле голова кипит, происходит много всего интересного. При этом я стараюсь концентрировать свои встречи на какие-то определенные дни. То есть у меня есть там два дня в неделю, когда я могу час за часом с кем-то встречаться. Я особо не трачу время на разъезды, поэтому со мной, наверное, будет не так весело, как с Митей Бурмистровым, который ездит везде весь день. Я сижу на одном месте, ну либо могу редко куда-то выбраться. Так что не зря мы взяли штатив, да? Да. Сейчас встречаюсь с Артемом. Это человек, с которым мы познакомились здесь, в свитере, на бизнес-завтраке. Артем занимается улучшением сервиса в общепите, в ресторанах, в кафе. В рамках перезагрузки свитера Артем провел обучение персонала. Сегодня у них итоговая планерка после месяца совместной работы. Судя по всему, встреча прошла эффективно. Прямое включение. 13.04, кафе-свитер, город Казань. Это значит, что у нас скоро следующая встреча. Пока подведем результаты предыдущей. Что ты решила, Галия? Какие выводы ты вынесла из данных встреч с Артемом? На самом деле, все очень круто. И, в принципе, мы с Артемом двигаемся дальше. Он месяц мне помогал. Делал это на абсолютно безвозмездной основе. Вообще, скажем так, сейчас очень многие люди хотят сначала получить много денег. Говорят, какие они молодцы. Говорят, давайте мне много денег, я что-то вам сделаю потом. Сколько раз я не пробовала работать в таком формате. Обычно это полнейшее разочарование. Через неделю можно, в принципе, работу прекращать. Неправильный подход, в принципе, к руководителям бизнеса или к бизнесменам. Говорить, что давайте заплатите большие деньги, потом что-то вам сделаю. Очень круто. Сначала помочь чем-то, помочь советам, показать, что ты умеешь. И потом абсолютно другое отношение. Ну, по крайней мере, у меня так в жизни происходит. Абсолютно другое отношение. Ты с абсолютно другим подходом готов с человеком работать. Перебьемся несколькими красивыми кадрами ручки и моего лица. Вчера у нас были соревнования по плаванию. Я, кстати, заняла второе место. Спасибо. Плаванием я занималась в школе Олимпийского резерва здесь, в Казани. Тренировки были по 2-3 часа в день. Это где-то 3-4 километра мы проплывали от 2 до 4. Ты встаешь в 6 утра. Зима. Ну, как встаешь? Ну, ты как бы глаза не открываешь, не разлепляешь вот так вот. Типа, что вообще? Ты после школы, после обеда ты снова едешь в бассейн. А в воскресенье, в этот день, когда все привыкли отдыхать, я 6 часов играла на гитаре. И вот, собственно, еще я училась на пятерке, делала домашние задания, читала книжки. И в моей жизни особо не было там типа потусить, погулять с друзьями, в свободное время, поиграть в какие-то там компьютерные игры. Такого особо не было. Что у тебя стоит на будильнике? Ой, какой-то отстой. Итак, Галия, сейчас мы с тобой запишем свою уникальную мелодию на будильник. С чего стоит, с каких пораз стоит начинать день? Итак, ты готова? Поехали. Будильник от Галии Бертниковой. Спи, не смотря ни на что, спи, не вставай. Спи, там тепло и уютно. Спи. Мотивирует вставать? Как, наверное, видят камеры общего плана, у нас появилась перед нами Диляра. Это девушка, которая пришла на коучинг. Если вы думаете, что на этих кадрах две подружки встретились, чтобы обсудить новую роль Леонардо Ди Каприо, то вы ошибаетесь. Здесь две бизнес-леди обсуждают свои дела. И Галия уже сама выступает в роли коучера, делясь советами о том, какими способами можно развить бизнес-деляры. И чтобы разнообразить как-то картинку, мы переместились на нижний этаж кафе Свитер. Здесь находится бар. И здесь мы продолжим нашу беседу с Галией. Открыть свое кафе и продвинуться в ресторанном бизнесе – это твоя давняя мечта или она достаточно спонтанная? Ну, можно сказать, что это некий микс, потому что в школе, еще в выпускных классах мне хотелось заниматься гостиничным бизнесом. Я начала ходить по заведениям, смотреть, причем в Москве очень много всего посещала по форумам. Сначала просто вникала в эту тему и понимала, что она мне все больше и больше нравится. Несмотря на то, что все говорят, что это самый тяжелый бизнес. В студенческие годы ты тусила? У тебя были отвязные выходные или у тебя были отвязные выходные за лайтрумом, фотошопом? У меня были отвязные выходные, ночи, дни за лайтрумом, фотошопом и сон на парте, на лекции. Ты хорошо училась или плохо училась? У меня красный диплом. Ну что ж, Галия, что будет следующим пунктом нашего дня? Так, давайте посмотрим на время. 14.43, мне осталось сегодня. Мы в 14.30 должны были начать подводить итоги конкурса. Люди там стопудово уже говорят, ну когда же, опять вы нас обманули. Шутка. Видишь тут, я думаю. Ну что ж, не будем терять времени, пойдемте. Чтобы не терять и ваше время, мы ускоримся в 5 раз, используя встроенный пакет инструментов видеоредактора. Не обращайте внимание на эту фразу, я просто недавно диплом писал. Привык воду лить. Всем привет, это Галия Берникова. Сейчас я подвожу итоги нашего розыгрыша в моей группе ВКонтакте. Розыгрыша личного коучинга, розыгрыша годовой подписки на Bookmade и обучения в фотошколе. Я начинаю с конца, чтобы немножечко... Барабанная дробь? Барабанная дробь. Мы подводим итоги и все, не тряси стол. Мальчик или девочка? Победители выявлены. Ура! Фан-пары! Следующий этап. У нас придут друзья. Кирилл и Патрик со своей девушкой придут, чтобы на них тоже нанесли грим. Хэллоуинский грим, потому что сегодня в 7 вечера у нас мероприятие. Двухлетие кафе Свитер. Двухлетие кафе Свитер. Наверное, вы можете сказать, что в этой передаче у нас не так много, как обычно, смен локаций. Но таков уж день Галии Бертниковой. Чтобы хоть как-то разнообразить кадры, мы использовали различные приемы съемки и монтажа. Снимали Галию вот так. 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 И вот так. Потом для разнообразия попросили ее пересесть за соседей столик. И снимали вот так. И так. 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 И даже вот так. В график вклинилась незапланированная встреча. Шеф-повар Свитера решил рассказать о насущных проблемах в кафе. И попросил помощи в их решении. Все, все понятно. Короче, смотри, есть момент чатов, создать общий чат. Я тебе о чем не говорю. Все, чат на троих, ребята. Все. Спасибо. Спасибо. Мы попали в тот день, когда Свитер праздновал свое двухлетие. В этот же день вся Казань отмечала Хэллоуин. Поэтому сегодня каждому сотруднику сделали праздничный грим. Галия тоже не осталась в стороне. Ну что, Галия, куда пойдем в этот раз? Надо заехать домой, подготовиться к дню рождения Свитера. Взять одежду. Потом мы поедем к моим родителям. Просто есть свободный где-то полчаса-час. Все равно в это время эффективно поработать не удастся. Тогда Галия жила в том высоком треугольном доме в центре Казани, который так полюбился всем пользователям Инстаграма. Мы едем туда, чтобы переодеться, подготовиться к празднику и познакомиться с молодым человеком Галией Сергеем. И заодно узнать, есть ли в этом доме треугольные комнаты. А что важное в мужчинах? Вот такое вот у вас. Чтобы все парни, смотрев это видео, поняли, это качество нужно развивать. Какие качества нужно развивать в мужчинах? Интересно. Я сказала, что нужен чек-лист выполнить из 157 пунктов. В тысячу. И что ты выполнил 156 из 157. Мы пьем очень много воды. О, моя медаль! Вот та самая медаль. Это вчера? Да. Если вы перемотали на этот момент, то вчера Гилья заняла второе место на соревнованиях по плаванию. Ну что ж, Гилья, расскажите ты, как ты живешь и что у тебя дома интересного есть? Это стол. Диван. Это спальня. Это зал. А вот там кухня. И в общем-то мы обычно прикалываемся и говорим, иди сходи на кухню. На самом деле, на самом деле, самое интересное, что люди видят в моей квартире вечно удивлять, это вот это. Что это? Это то, что мы едим. Все крутят у виска, а мы едим проросшую чечевицу, проросшую пшеницу. Это самое вкусное, да, все безумно вкусно. Мы полгода назад перестали есть мясо, не едим соль, не едим сахар. И не можем теперь есть еду в кафе, потому что она вся-вся-вся очень соленая. Мы едим дома. Нормально. Но она не проросла до конца, но она мягкая, давай руку. Мясо лучше. Мы познакомились 4 года назад в Хибинах, на Кольском полуострове, за полярным кругом, в горах. А что вы там делали вообще на Кольском полуострове вдвоем? Сноуборд, конечно. Конечно, сноуборд. Мы же оба катаемся на сноуборде больше 10 лет уже. Что такое DreamBus? О чем этот проект? Много смыслов в этом проекте. Самый поверхностный и самый простой смысл, который можно рассказать и тем людям, которые поедут с нами, или хочет поехать, то, что мы покупаем автобус, переделаем его, заряжаем его разными крутыми штуками для спортивными, лонгбордами, путеше... Ну, что у нас там еще будет? Ну, в общем, заряжаем его, делаем из него 7 спальных мест и путешествуем по Америке в течение 3 месяцев. То есть мы хотим, чтобы каждый человек, который поедет с нами в этом автобусе, бросил себе какие-то вызовы. Кто-то хочет спеть кантри в кантри-баре каком-нибудь популярном месте, или кто-то мечтает съесть бургер там, где просто придумали бургеры в Америке. Галия, например, себе бросила вызов пройти по Слэклайну. Это натянутый канат между двумя точками. Скорее всего, это будут какие-то крутые скалы. То есть опасный вызов у меня. Будет вызов — это пройти дистанцию Half Ironman. Это 4 километра плыть 180, крутить на велике и марафон бежать 42 километра. То есть к этому сейчас я готовлюсь и буду готовиться. Пиджаки, 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 пиджаки. Юбка. Я сама в них его использую. Пиджаки, пиджаки, свитера. Свитер? Свитер есть. Теперь мы едем навестить родителей Галии. Мама, как обычно, попыталась приготовить нам плов из баранины и манты. Она полгода как не хочет поверить в то, что я нем мяса. И каждый мой приезд спрашивает, они приготовить ли манты. Мам. Здравствуйте. Здравствуйте. На колесе. Маша, ты не пугалась? Я не пугалась. Страшная. Сидеть. Лежать. Молодец. Три чая, да? Это моя мама. Вечно гостеприимство, чай, еда. Ну, не очень. Убрано все. Я маму повыше уже немножко. А Галии нужно было быть всегда впереди планеты сей. То есть, если читать, то много. Если плавать, то выигрывать. Если на гитаре играть, то участвовать в концертах обязательно. То есть, были концерты. Такая химика. А я тогда, я везде вас загружала полностью. Чтобы не минуту вздоха просто свободного. Не знаю почему. А для чего? Не знаю почему. Ты сама не лень была у меня возиться? Нет, не лень. Мы вставали пол шестого. В 6.15 уже в WorkSynthesis был запут. Не знаю, а мне казалось, что вам это нравится. Сейчас уже, вот пройдя эти, не нравится? Мне нравится. Привет. Здравствуйте. Вы мне объясните, что к миру приедет. Надо отвечать на вопросы, не думая. Тимур, быстрее, вопросы. Самое интересное воспоминание – это занятие Галии в секции художественной гимнастики. Она была маленькая, но стремление было очень большое. Я приобрела фотоаппарат для работы с тюлями-шторами. То есть, сфотографировать окна дизайн интерьера. Вот. И она говорит, мама, а зачем там лежит фотоаппарат? И она им стала фотографировать. Потом она, не говоря никому ни слова, ни мне, его продает. Покупает другой же, более дорогой, добавляя свои денежки. Вот. И уже и дальше, и дальше, и потом меняет, и меняет фотоаппарат. Поговорив с родителями Галии, становится понятно, откуда у нее столько талантов и столько упорства. Ты помнишь твой первый заработок? Да. В чем он заключался? Совсем-совсем первый. Ну? Я каталась на роликах, давала флеера в тандеме. Сегодня свитеру два года. Из Москвы к ней приехал друг и коллега, коммерческий директор Кирилл. Вечер у Галии был по-настоящему праздничным. Ну что ж, вот и подходит к концу день, который мы провели с Галией Бертниковой. Надеюсь, вам стала чуть больше понятна личность этой неординарной личности. Ура! Тавтология. Вот. Ну что ж, Галия, чем этот день отличается от других твоих дней? Ну, как минимум, сегодня день рождения свитера. Все-таки оно бывает раз в году. Но, как максимум, мы встретились сегодня со всеми друзьями. Из Москвы, из Питера, из других городов. Все приехали, чтобы, в принципе, и день рождения провести, ну и, наверное, попрощаться. Потому что мы на год уезжаем из России в Шри-Ланку. Я думаю, что, когда выйдет видео, мы уже будем там, под пальмами, присылать вам фотки. Обычно же я больше сижу за компьютером, больше провожу встреч. Ну и день, наверное, чуть более скучен со стороны, по крайней мере. Ну, мы застали эту часть дня где-то ездить за компьютером и встречи застали. И даже, мне кажется, узнали о том, какой ты была в детстве и кто же твои родители. Мне кажется, всем было это очень интересно. Супер! Ну что ж, Галия, давай торжественную пятеру в честь окончания видео. Ура! Таков был один день Галии Бертниковой. Меня встреча с нею замотивировала работать и трудиться. Надеюсь, не меня одного. Ура! 누 на ihn! Ну вот! Ура! О, п commandments $END! Субтитры подогнал «Симон»